Сегодня в программе. NYC Norton собирает байк из деталей с двух континентов. Такие детали очень сложно найти даже в Англии, так что нужен компромисс. Едем в Америку, да? Мастерская Classic Farm Motorcycles сделает настоящий кафе-рейсер из байка Royal Enfield. Что обещает мероприятие моды против рокеров? Туда сложно проникнуть, это закрытое сообщество. Прошлое и будущее модов. Спустя 30 лет Майк садится на свой Нортон Команда. Где байк? Или нет? Гоночный мотоцикл Кафе Рейсер. NYC Norton, Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. NYC Norton – мой небольшой бизнес. Я начинал со сборки моторов и гоночных байков для друзей. Занимался этим в свободное время, а потом это из хобби превратилось в работу. И я начал гонять в 2004-м и был просто помешан на этом. Я грезил гонками, даже когда спал и ел. Я ездил все быстрее и быстрее, и вскоре стал успешным гонщиком. Четыре года подряд я становился чемпионом британских, европейских, американских гоночных серий. И я все еще езжу. Езжу быстро. Проблема гоночных байков – это ненадежные старые детали. В этом вся загвоздка. Нортон перестанет быть Нортоном, если все запчасти заменить на неоригинальные. Я решил подойти к этому вопросу философски. Я стараюсь сохранить как можно больше оригинальных деталей. Английское мастерство тех дней невозможно воссоздать здесь, в Америке. И многие детали сложно найти даже в Англии. Так что нужен компромисс. Миновейшн Рейсинг Уэйкфилд, Западный Йоркшир. Мы в Уэйкфилде, в Западном Йоркшире. Ребята отлично сегодня постарались. Все просто с ума сойдут. Мы не Хонда, не Кабасаки. Мы вручную делаем произведения искусства в ангаре за городом. Кенни должен объяснить, что он хочет. Я могу спросить, как будет лучшее. А он спросит, да у тебя какие идеи? Или пришлет мне набросок и скажет, вот это отличная идея. Я получу все запчасти. Мы соберем байк, разберем, отправим Кенни, и он будет счастлив там, у себя, в Нью-Йорке. Вот так. В этой стране всего человек пять делают реплики запчастей. Я должен быть уверен, что все сделано как надо. И какой-нибудь парень сможет гонять где-нибудь по острову Мэн на своем байке. Роджер один из немногих, с кем я могу сотрудничать. Раньше хорошие запчасти делал Колин Силе. И Джек Рэн был отличным сварщиком, делал лучшие рамы. У меня есть байк от Силе. Я раньше смотрел на сварку, и моей целью было стать таким же профессионалом, как он. С годами практики я приблизился к этому. Бронза — очень мягкий и плавкий металл. Она дает прекрасный выпуклый сварной шов, который способен справиться с большой нагрузкой. Но главное, что рама становится подвижной, и мотоциклам легче управлять. Технология сложная, и работа занимает много времени. Зато результат отличный. Когда я увидел раму Силе Марк 2, она напомнила мне о начале 70-х, об эпохе байков. Если вам нужна машина-зверь, то без хорошей рамы не обойтись. Эй, ребята! О, еще одна рама? Да, смотрите. Я же говорил, что она будет готова. Ну, что скажете? Подарок на Рождество. Да, может, что-нибудь с ней сделаем для Кенни? Думаю, да. Поставьте выхлопную трубу, мотор, все проверьте, и подсоедините провода. Я хочу, чтобы моим клиентам было в радость собирать детали в одно целое. Для этого мы проводим предварительную сборку. Смотрим, чтобы все было в порядке. Все подходило. Надеюсь, Кенни в Штатах постарается. Вы слушаете? Мы выслали Кенни проект этого байка. Он может без проблем воспользоваться им. В маленькой мастерской сложно собрать такой же хороший байк. Мне интересно, как люди справляются без танков. У нас здесь есть все, что нужно, и все равно, порой нам бывает трудно. Отлично, разбирайте и отправляйте Кенни. Ранее мы здесь занимаемся тем, что собираем кафе-рейсеры на базе новых байков. Он покупает байк Royal Enfield, сделанный в Индии, и превращает его в старый английский байк. Биенуа, Италия Я делаю любые байки. Рамы заказываю из стали, сплавов или делаю сан. Это утомительная работа. Я целую неделю только молотком стучу. Потом я переключаюсь на другую работу, чтобы передохнуть. Спустя неделю заканчиваю, свариваю все и шлифую. Не люблю шлифовку. Я знаю только Аллена Бернарда из Сантьяго Чопперс, кто тоже строит один и тот же байк на одной и той же базе снова и снова. Это очень экономно, потому что все, что нужно, это шаблонные детали и байк, к которому они прикручиваются. Сразу после разработки прототипа каждой детали мы идем в мастерскую, где выполняют крепления для педалей. В другой мастерской, которая занимается выхлопными трубами для гоночных машин и мотоциклов, изготавливают детали по нашим эскизам. Тем временем, третья компания, а это довольно старая и традиционная кузница, изготавливает для нас части рамы, которые мы разработали по образцу детали в Велочетте. Нам приятно сотрудничать с нашими поставщиками. Мы настоящие фанаты мотоциклов. Мы говорим о них все время. И даже наши жены увлекаются ими. Им кажется, что мы играем, как дети. Но мы серьезно относимся к своей работе. Эти ребята работают на очень высоком уровне. Даже если я год буду работать над таким байком, я не получу столько опыта. Когда Фабрицио рассказывает о чем-то, ты понимаешь, что он, наверное, очень долго работал над этим. Пластины сплава лучше стальных, так как они лучше справляются с вибрацией от большого мотора. К тому же они легче и красивее, но в первую очередь они функциональнее. Мы хотим, чтобы наши байки были долговечными. Не такими, как байки массового производства. Люди, которые потратили деньги, на усовершенствование своего байка, хотят, чтобы он служил им долгие годы. Может, вам это покажется невероятным, но такой байк может обогнать современный спортивный мотоцикл на горной трассе. Все думают, что это старый байк, и не представляют, насколько он быстрый. Мы концентрируемся на качестве, состоянии, работоспособности в классическом стиле. Ненавидим пластик. Наши байки без пластика. Сталь, кожа, алюминий. Никакого пластика. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕРЕД! ПЕРЕД, АМЕРИКА! В следующем выпуске вы узнаете, удалось ли мастерской Классик Фарма становить справедливость и вернуть наследие Роял Энфилд кафе-рейсером. ГОНОЧНЫЙ МОТОЦИКЛ КАФЕ-РАЙСЕР ГОНОЧНЫЙ МОТОЦИКЛ КАФЕ-РАЙСЕР Сальные волосы, кожаная одежда, гоночные байки. Рокеры появились в конце 50-х, с музыкой Элвиса и Чака Берри. Спустя 5-6 лет на сцену ворвались Битлз и Дэху. Молодежь объявила рок-н-ролл старомодным и захотела чего-то нового и современного. Им нравилась новая быстрая музыка, прически оля Битлз и крутые итальянские скутеры. Так появились моды. Модой слушали современный джаз, «Ритм и Блюз» и «Соул» в конце 50-х. Они не хотели быть похожими на родителей. Им был открыт целый мир с музыкой из Соединенных Штатов и классической итальянской и французской модой. Слово «мод» произошло от модерн. Если говорить о модах и вспомнить историю Дэху, они считали людей на мотоциклах гориллами с грязью под ногтями и неандертальцами. Зато скутер для них был образцом стиля высокой моды. Это был конфликт внутри поколения. Конфликт стремления. Рабочий класс против среднего класса. Разные стили. Так, что это у него за прическа, во что он одет? А потом драка. Сотни модов напали на 20 трокеров. Моды устроили по ножовщину. Полиция избавляет город от модов. Эти ребята дрались друг с другом не на жизнь, а на смерть из-за причесок и транспортных средств. Хотя работали в одних мастерских, ходили в одни школы и жили в одних районах. Часто драки были ненастоящими. Пресса платила модам и рокерам за драку, чтобы можно было опубликовать хороший материал. Сегодня это маленькая группа убежденных приверженцев данной субкультуры. Приток людей небольшой. Со стороны она кажется снобисткой элитарной, и этот барьер перешагнуть сложно. Осталось немного преданных приверженцев этой субкультуры. Сейчас проводится много мероприятий, на которые могут приходить и моды, и рокеры. На них царит дружественная атмосфера. Конечно, эти парни постарели со времен 60-х. У них появилась работа, появились семьи. И сегодня они считают, что каждая сторона заслуживает уважения. Не знаю, как развивается культура моды в США. Здорово видеть людей, занимающихся кастомайзингом скутеров. Например, Хонда Рокетт с рамой из углеволокна — это классно. А вот времена узких костюмов и шляп Порк Пай, к сожалению, прошли. Ну да, я ходил на мероприятия модов с женой. Эта субкультура не должна исчезнуть. Она многим бы пришлась по душе, если вникнуть в это. Субкультура модов породила другие субкультуры. Приверженцев музыки СКА, например, или ценителей скутеров, которым больше нравится собирать мотороллеры, а не одеваться с иголочки. Они проводят ралли, в которых участвуют до 300 скутеров. А моды — это небольшая группа людей. И эта субкультура уже не будет так популярна, как, скажем, в 80-х Калифорнии. Ранее. Это гидравлическое сцепление. Да. Майк Сид, редактор журнала, убедил Хью и Фуми помочь ему забрать Нортон с 73-го года. И они уже сходят с ума. Когда он купил байк, продавец сказал ему, мотор в порядке. Байк был на ходу, но я уверен, что это 525-й, а не 530-й. Проводка ужасная. Я жесток, Майк? Он переживет. Привет, Майк. Здорово. Как дела? Хорошо. Где байк? Здесь нет. Не здесь, а где? Я взял его на тест-драйв вчера и оставил у друзей. А, ладно. Мы его привезем. Хорошо. С Нортоном много проблем? Ну, как обычно. Почти никаких. Ты же знаешь. Фуми смеется. Что-то не так. Мы привезли байк на наш трек. Мы катаемся здесь по воскресеньям. Устроим тест-драйв. Может, Майк захочет опробовать свой байк? Захочет прокатиться с нами. Сколько Нортонов вы построили? Один. Что? Майк, все бывает в первый раз. Майк, погоняем. Приехали. Извини, что пришлось поехать в объезд. Мне не терпится увидеть его. Хью гонял по плоским трекам для развлечения. Но я всегда хотел проехать по настоящему американскому плоскому треку. Это была моя ошибка, потому что он самый быстрый в команде и сделает любого. А мы будем выглядеть как стариканы. Я немного быстрее, чем он. Куда быстрее. Здесь всего полкилометра, но проехать надо быстро. Это по мне. Было круто. Ну да, как насчет команда? Что? Команда, ну Нортон. Что? Ах, да. Ну? Ладно, пойдем, покажем тебе байк. Он здесь. Не терпится увидеть. Вот он. Невероятно. Прошлым летом за него не дали бы и ста баксов. С ним были проблемы? Какие проблемы? Одна, две, три. Плохая рама. Проблема с вилкой. Надо было менять ее. Ставить новый мотор. Мотор. Никакого ИБ. Да, проблем было много. Но ты получил новый двигатель, транзистор, ремень, коробки, передач. Все работает. Хочу прокатиться, а вы устроим гонку. Да, мы устроим настоящую гонку в старом стиле. Начнем, Майк? Я готов. Наслаждайся. Увидимся позже. Это было круто. Да, отличная гонка. Фуми делал все, чтобы обогнать меня. Мы неслись в облаке пыли. Но ты отлично справился. Дрю разбил свой байк. А это орден почета. Майк, ты как? Эй, Майк, вы его сломали. Взяли золото? Ты как? Я получил главный трофей. Лучшая команда из всех. Точно. Он лучше нового. Вы это слышали? Лучше нового. Он не так вибрирует, ход плавнее. Амортизатор не слишком жесткий? Нет, на этой дороге байк хорошо управляется. Все отлично. Так кто был быстрее? Сегодня? Да. Думаю, я опередил Фуми. Да ну, он первый. Да ничего себе. Да. Команда отлично выступила. Молодцы. Я возвращаюсь в Питтсбург. А вы в Нью-Йорк. Удачи, а мы поторопимся обратно. Спасибо, парни. Наслаждайся, друг. Удачи тебе.